Реабилитация 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 Мы считаем, конечно, за активной тренировкой, в которую вовлечены пациенты и пациентки как физически, так и интеллектуально. Вот это очень важный момент, который характерен только для БОС. Другой терапии с таким огромным вовлечением интеллектуального потенциала пациента, наверное, нет. Для понимания, для объяснения пациентам, что же это такое, мы говорим, что эти приборы помогают научиться управлять функцией через использование физиологического зеркала. То есть, чтобы управлять какой-либо функцией, надо ее видеть, слышать или ощущать. Ну, зритель-анализатор – это самое простое, самое легкое восприятие. То есть здесь у нас могут работать пациенты разного интеллектуального уровня. То есть мы видим отражение функции в данном случае работы мышц азового дна. Это единственная группа мышц, с которой мы сознательно управляем. И через это физиологическое зеркало можем видеть, как работают мышцы, соответственно, вести работу на сокращение, на расслабление. Опять-таки, для такого показательного разговора с пациентом мы говорим о том, что БОС – это, конечно, биотехнология, у которой многовековая история. Можно и йога вспомнить, можно вспомнить и медицину, и спорт. Это и работа спецподразделений. Что такое БОС? Это как научиться обмануть полиграф. То же самое. Учиться управлять всеми функциями так, чтобы они работали стабильно. Даже в период стресса. То есть улучшаем функцию, добиваемся какого-то результата и вырабатываем устойчивость. Вот в этом тоже большое преимущество метода, так как нарабатывается определенный навык. В этом и долгосрочная эффективность выполненных вот этих блоков процедур. То есть обладевая навыком направления одной функции, можно научиться управлять и более сложными. Повторюсь еще раз, что мы управляем только мышцами тазового дна, поперечной полосатой маскулатурой. Напрямую не управляем никак мучевым пузырем, а посредуем только через тазовое дно. Вот видите, тут можно и с сердечной деятельностью работать, с дыханием, с любыми другими группами. Но вот мы работаем с тазовым дном. Конечно, в урологии, в классической урологии, акцент был и он остается на пациентах с недержанием мочи. Но и здесь очень важно, что мы двигаемся от женщин и от детей уже в сторону мужчин тоже. Высокий запрос на лечение есть и здесь. Например, все больше и больше в абсолютных цифрах растет количество урологи радикальных простатэктомий. Безусловно, одним из осложнений является недержание мочи. Причем как в подходах к женщинам, так и в подходах к мужчинам. Мы всегда помним о том, что недержание мочи – это очень непростое состояние. И не всегда оно связано только со слабостью сфинктерных зон, потерей мочи, потому что сфинктерная зона не справляется с удержанием. Очень много смешанных форм, когда есть и гиперактивное состояние мочевого пузыря. Очень много условно-нерогенных форм, когда это, по сути дела, недержание мочи при передерживании. Я вот тоже предыдущий докладчик об этом говорил. То есть передерживание, перерастяжение на фоне гипотонии, который, кстати говоря, у многих пациентов, и женщин в том числе, бывает вторичный. На фоне нарушенного расслабления мышц тазового дна. Включается обратный рефлекс подавления активности детрузера, и мы видим вот эту вторичную гипотонию. Но чтобы справиться с ней, мы должны разобраться с функциональной обструкцией. И тогда сокроватимость мочевого пузыря фактически автоматически может быть восстановлена. И вот после операции Виргейма, в том числе, при детальном ординамическом исследовании, мы частенько обращаем внимание на то, что дефект расслабления мышечных групп тазового дна обеспечивает подавление активности детрузера. А не первичная денервация, которая может считаться ятрогенией. Но такая операция, которая должна выполняться радикально, она без этой ятрогении, тоже условной, не обходится. И, конечно, мы и сексуальные нарушения реабилитируем у онкологических пациентов тоже вовлекаем в тренировку тазовое дно. Хотя если повреждение нервов очень выраженное, то эффективность тренировок ниже, но она настолько мала, чтобы нас это заставило отвернуться от метода. Первая линия, в том числе и БОС, конечно, выигрывает по сравнению со многими другими методами и в плане эффективности, и в плане безопасности тоже. Здесь хочу обратить внимание, что мы фактически ушли от использования внутренних, так называемых, инвазивных датчиков. И у женщин, и у детей, и у мужчин пользуемся часто наружными электродами. То есть не вызываем у пациентов дискомфорт. Мужчины часто обращают на это внимание, не хотят помещения никаких ректальных датчиков. Мы объясняем, что процедура может быть выполнена при использовании наружных электродов. И используем биологическую обратную связь в двух режимах, в так называемом позитивном и негативном. Позитивном – это когда мы в основном акцентируем работу на сокращение, на усиление. И негативный – когда мы акцентируем работу на расслабление. Вот эти самые женщины с функциональной обструкцией и со вторичной гипотонией детрузера. И сразу решаем несколько клинических задач. Вот не буду из-за краткости времени перечислять, какое огромное поле занимает биологическая обратная связь и другие тренировки тазового дна. Видите, и детей мы восстанавливаем в портологии, занимаемся в реабилитации. Очень много этому посвящаем внимания. Опять-таки, посмотрите, урология, андрология, сколько здесь всего. В том числе и по причине состоявшегося онкологического заболевания или его лечения. Современная работа по БОСу – это, конечно, эффективная и в таком современном научном подходе очень запрашиваемая со стороны пациентов процедура. Но нам важно здесь и импортозамещение, что мы уже очень дорогостоящей импортной техникой не пользуемся. Есть отечественные аналоги, которые по некоторым характеристикам даже превосходят импортные. Конкуренция с домашними приборами, конечно, мы ее упоминаем, но ее фактически нет никакой. Потому что в домашних условиях у нас пациенты плохо выполняют процедуры. Делают это не в том объеме, некорректно. И ранее, когда используются портативные приборы с записью выполненных упражнений, и мы могли увидеть, как часто, с какой продолжительностью пациенты занимались тренировками мышцоза. Да, мы видели, что это очень редко соответствует нормальной программе. И, конечно, пациенту очень тяжело оставаться один на один с прибором, потому что всегда нужно общение и корректировка. Хорошо делаем, плохо, сильнее расслабились, сильнее сократили и так далее. У нас весь период времени занятия на сеансе присутствует медицинский персонал с пациентом или с пациенткой. Только в этом случае возможна эффективность. Но здесь и вторая задача возникла – обратиться к процедуре, правильно ее назначить в нужное время, в нужном месте, и после необходимого комплекса диагностики, имея в виду ординамику, но и делать ее эффективной сочетанием с другими методами. Для БОСа у нас была сначала задача, как разогревать мышцы. Чтобы мы не в холодной мышце начинали занятие, а чтобы мышца была уже разогрета. Не тратить драгоценное время, хотя бы, видите, это вот затратность, какая у него процедура, не тратить драгоценное время на разогрев мышцы, на которую уходит фактически половина сеанса БОС. Для этого использовали лексокорпоральную электромагнитную стимуляцию. На кресле электромагнитов в бессознательном режиме разогревается мышца, и тогда эффективность биологической обратной связи увеличивается в процентах на 20, а в некоторых группах и на 30. Это, конечно, инновационная определенная часть функциональной урологии, когда мы считаем методики физиолечения не с медикаментами, а друг с другом. В данном случае применялись такие методы. У нами была опубликована работа об эскалации эффекта. Как раз-таки у женщин здесь функционального мочеиспускания, вот эти наши онкогинекологические пациентки, когда проводили такую стимуляцию перед биологической обратной связью. Следующий момент, следующая задача, которая перед нами стояла, обеспечить не только физическую подготовку к сеансу, но и интеллектуальную тоже. Для этого мы стали использовать стабилоплатформу. Помещаем пациентку или пациента на стабилоплатформу, помогаем ему объяснениями, и вот тоже визуальной картинкой, как свое тело в плоскости вперед-назад, влево-вправо установить максимально симметрично. На это идет определенная затратность физическая, мышечная, и идет интеллектуальная работа, начинается уже сейчас. И у нас пациент, переходя в сеансе от стабилоплатформы к биологической обратной связи, подготовлен уже не только физически, но и интеллектуально. И это тоже увеличивает эффективность. В чем еще оказалось преимущество, такой рояль в кустах у нас, что отечественные производители сумели совместить стабилоплатформу и БОС в одном приборе, создав единый функциональный центр управления этой сочетанной методикой физиолечения. Это один прибор, один помещение и одна база данных, что технически очень облегчает работу и очень помогает в создании вот такого очень эффективного подготовительного эмоционального и физического фона. Поэтому, безусловно, вот такое направление мы считаем инновационным, разрабатываем уже в патентном варианте, мы уже это оформили, и находим место для таких сочетанных методик не только в первичной урологической реабилитации, но и, например, применяем такие методики в паузах между фрагментами медикаментозного лечения, если оно проходится. Если к нам приходит пациент или пациентка с достаточно удачно подобранной медикаментозной терапией, но с запросом на эскалацию дозы, мы им предлагаем вместо эскалации дозы эскалацию эффекта путем дополнительного назначения вот таких сочетанных физиометодик, а также используем после ботулинотерапии. Вы знаете, что активно она применяется и для стабилизации мочевого пузыря, когда мы вводим детрузор, и для расслабления мышц тазового дна, если речь идет о спастическом состоянии этих мышц. И вот в качестве удлинения этого хвоста эффекта ботулинотерапии для поддержания эффекта также используем такие сочетанные методики. Спасибо, дорогие коллеги, за внимание. Если будут вопросы, мы на них с удовольствием ответим. Спасибо.